Жители одного из домов Чебоксара будут реже ходить пешком. Эта история не про то, что они забросили здоровый образ жизни, а про новый безопасный лифт. Ольга Пырочкина подробнее. Валерий Николаевич живет в доме по улице Красина в Чебоксарах уже 30 лет. И столько же работает в нем консьержем. Говорит, здесь много пожилых и семей с детьми. Так что новый лифт очень кстати. Мы здесь с 87-го года живем. Тот лифт старый стал. Вот, начал бараклить немножко, на пенсию вышел. Вот, сейчас поменяли. Обновить лифт здесь получилось благодаря тому, что фонд капремонта сэкономил при проведении аукционов. То есть ряд работ, к примеру, по замене крыши или системы водоснабжения, обошелся дешевле, чем планировалось изначально. В программе они указаны по предельной стоимости, а по факту они немного дешевле. За счет этого 145 миллионов было сэкономлено по городу Чебоксар, и все они направлены на модернизацию лифтов. Сэкономленного в 2017 году хватило на 81 лифт в 18 домах. В современных моделях нет такой проблемы, чтобы кто-нибудь не дотягивался до кнопки верхнего этажа. Зато есть новая опция, к примеру, музыкальное сопровождение. Скорость повышена 1 метр в секунду. Установлены частотные преобразователи для того, чтобы была плавность хода, перемещение между этажами, чтобы не было дерганий, рывков. Также предусмотрено шрифт Брайля. От жильцов не требуется никакого софинансирования. Все в рамках взносов, которые они платят за капремонт. Однако определенные условия есть. Конечно, для того, чтобы это счастье случилось, жители тоже должны приводить достаточно большую работу. В том числе и собираемость взносов по дому должна быть не меньше, чем 90%. Люди платят взносы, почему бы и не направлять деньги на капитальный ремонт именно в их дом. Исправно работать данный лифт при должном обслуживании будет от 25 до 34 лет. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.